Зло Добро Интернет Обзор социальных сетей Всем привет! В эфире программа Обзор социальных сетей. Меня зовут Серёжа Георгиевич. Поехали! Мы вернулись! Да-да, не благодарите, мы и сами очень рады. Я рад, телеканал рад и, конечно, рады все участники нашего проекта «О чём поёт страна». Искусство принадлежит народу. Всё ещё сомневаетесь? Тогда смотрите сюда. На этом фото запечатлены первые дипломанты проекта «О чём поёт страна» на Шансон ТВ. Этот исторический снимок был сделан 3 декабря 2017 года на шоу «Зимняя сказка для взрослых 3», где им и были вручены красивые дипломы в рамочках. На фотографии почти все именитые артисты из разных регионов России и зарубежья. Люди большого таланта и имеющие свою армию. Ну, или отряд поклонников. Итак, слева направо. Сергей Переверзев, Пётр Казаков, Михаил Барский, Ольга Алмазова, Марина Король, Ляля Размахова, Андрей Иванцов, Сергей Ширгин, Славич и Юлия, Игорь Огурцов. Если кто-то увидит в своём городе афишу с лого «О чём поёт страна», лого «Шансон ТВ» и званием дипломант проекта «О чём поёт страна» на Шансон ТВ, знайте, это наш своеобразный знак качества артисту и его творчеству. С телезрителями «Шансон ТВ» мы будем наблюдать за нашими дипломантами и всячески поддерживать их творчество. А сейчас мы с вами продолжим ближе узнавать наших артистов. И сегодня мы проверим социальные сети одного талантливейшего человека – Сергея Переверзева. Сергей уже появлялся в нашей программе. Вот теперь мы и проверим, прислушался ли он к нашим советам. Вообще, такое чувство, что Сергей занимается вообще всем, чем может заниматься человек в нашем современном мире. Он – автор, исполнитель, актёр, телеведущий, заместитель председателя союза деятелей музыки, кино и телевидения. Ветеринар, брикмахер, шумахер, шеф-повар, энтомолог. Это была программа «Обзор социальных сетей» Сергея Переверзева. Спасибо за всё. До встречи на просторах этих ваших интернетов. Шутка. Так, о чём это я? Ах, мы с вами продолжаем узнавать ближе нашего дипломанта Сергея Переверзева. Отправляемся на официальный сайт артиста. И сразу видим… Так, стоп, всё же работало. Была ведь и главная страница с лентой новостей в разделе «Творчество». Легко можно было послушать песни Сергея, посмотреть обложки его дисков, заценить видеоработы и полистать фото. Был ведь огромный раздел «Биография» и даже «Магазин». Эх, ну… В общем, сейчас сайт не работает. Я специально перед записью выпуска всё ещё раз перепроверил. Надеюсь, сайт скоро воспрянет и будет нас радовать. А пока что… Фух, оценивать мне нечего. Я, кажется, понял. Это сайт Шрёдингера. Ну, то есть, сам-то сайт Переверзева, но он сайт Шрёдингера. Наверняка никогда не знаешь, есть он сейчас или его нет. О! Ну, пойдём тогда в официальную группу ВКонтакте. Тут повеселее. Подписчиков с прошлого раза поприбавилось. Хорошо. На стене много новостей из повседневной жизни Сергея. Посты появляются стабильно, часто. Есть одобрительные комментарии и лайки. Правда, немного. Так, группа хорошая. Новости свежие, много фотоальбомов и разных видео. Но ещё раз хочется побольше подписок. Так что быстренько подписываемся на группу Сергея ВКонтакте. А как дела у Сергея обстоят на Фейсбуке? Ну, меня сразу расстроило ещё меньшее количество подписчиков. Но потом сразу порадовало наличие в ленте новостей самых настоящих мемасиков. Правда, я вот стрелец, но больше предпочитаю акустику. Так держать, тёзка. Юмор всегда был незаменимым оружием артиста. И вообще, жизнь на странице кипит. Глаз радует присутствие комментариев. Да и попросту нравится общий настрой. С удовольствием полистал страницу. Ставлю за Фейсбук твёрдую пятёрку. Пойдём в Одноклассники. Перехожу по ссылке и опять упираюсь в стену непонимания. Ну, как же так? Что же за несправедливость? Как и в прошлый раз, это закрытая группа. Чтобы стать участником, отправьте запрос на вступление. Ну, Сергей, ну, Серёжа, Серёженька. Никто, кроме одобренных, страничку вашу-то и не видит. Ещё раз настойчиво вам рекомендую. Открывайте её скорее в общий доступ. Срок ультиматума истекает сегодня в 16.00. Если мои условия не будут приняты, я лично начну войну. Начнёшь войну? Начну. Ладно, погнали в Инстаграм. Вау! Ну, как и в прошлый раз, тут подписчиков тьма тьмущая. Что ж, это похвально. Но вот ни одной публикации, отличающейся от тех, что ВКонтакте, я не обнаружил. Видать, всё транслируется туда-ем, сюда-ем. Очень жаль, Сергей. Попробуйте сделать Инстаграм более личным, что ли. Ну, хоть про сториз не забывайте. Нам ведь очень интересно взглянуть порой на закулисье вашего дня и порадоваться, а может и огорчиться вместе с вами. Так что за Инстаграм четвёрка. Да-да, знаю-знаю, а что делать? Но, подводя итоги, хочется сказать Сергею спасибо. Сразу видно, что человек трудится, делает своё дело и, главное, любит его. Так что творите и вытворяйте всё, что только возможно. Ваш талант у вас никто не отнимет. Песня называется «Прошу у неба». И я посвящаю её всем вам! Так а что же такое талант? Талант, ну, наверное, это много работы, одарённость и удачное стечение обстоятельств. Надеемся, что для многих артистов из народа участие в проекте «О чём поёт страна» станет такой же удачей, как и для Сергея Переверзева. Сначала он появился в рамках нашего проекта «О чём поёт страна», а теперь и в нашей праздничной зимней сказке для взрослых «Три», которую в новогодние праздники увидели миллионы наших телезрителей. И если желания всегда сбываются, и если этого очень сильно захотеть, то пожелаем всем такой же удачи. Смотрят все Шансон ТВ, любят все Шансон ТВ. И помните, искусство принадлежит народу. Это была программа «Обзор социальных сетей». Сергей Переверзев, спасибо вам за творчество. До встречи на просторах этих ваших интернетов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!